Здравствуйте, друзья! Сегодня я, украинский историк, расскажу вам о том, что русские и украинские сказки могут рассказать вам об этих двух народах и о их, в том числе и сегодняшних взаимоотношениях. Сказки, как говорится, ложь, да в них намек. Вообще сказки, как правило, это очень древние, архаичные пласты общественного сознания. Некоторые сказки восходят чуть ли не к каменному веку, многие в них видят появление металлургии, многие видят следы, в том числе всяческих первобытных ритуалов, инициаций и так далее. То есть сказочка это не всегда сказочка, это всегда о чем-то, о душе народа. И вот я вам сейчас расскажу о русских и украинских сказках. Очень и очень красноречивая история. Главное, что любой может ее прочесть в любой момент и даже, возможно, читал когда-то в детстве. Таким образом, главный герой русских сказок, как известно, Иванушка Дурачок, популярнейший герой русских волшебных сказок. И следует сказать, что герои конкретных сказок могут носить разные имена. Иван Вдовий сын, Иван Девкин сын, Иван Кухаркин сын, солдатский сын, Иван Несчастный, Иван Бесчастный, Заморышек, Емеля даже и так далее. Даже Емеля тоже к тому же восходят. Все они восходят к этому образу Ивана Дурака. Кто такой этот Иван Дурак, согласно русских народных сказок? Это просто натуральный кретин. Вот как о нем пишут, в частности, русские сказки об Иванушке Дурачке. Жили старик со старухой, было у них три сына, двое умных, а третий Дурачок. Стали братья с родителями собираться на работу. Много историй, которые подтверждают такой конкретный кретинизм этого Ивана. Иван Дурак тоже стал собираться, взял сухарей, налил воды в баклажку. Его спрашивают, ты куда собираешься? С вами на работу. Никуда ты не пойдешь, стереги хорошенько дверь, чтоб воры не зашли. Остался Дурак один дома. Тут ему кушать захотелось. И он пошел к братьям, снял с петель дверь и принес им. И говорит, они его спрашивают, зачем? Потому что он кушать захотел. Мы же наказывали стеречь дверь тебе. Так вот она, эта дверь. Ну, короче, такой анекдотический персонаж. Умные его братья что-то работают. А Дурак ничего не делал. Все на печке сидел, домох ловил. И вот еще одна история, которая демонстрирует его, так сказать, умственные способности этого Ивана. В одно время наварила старуха ржаных клетцок и говорит дураку, ну-ка снеси, братьям пусть поедят. И вот дурак по дороге увидел свою тень сбоку и думает, что это за человек со мной рядом идет. Ни на шаг не отстает. Верна клетцок захотел. И начал он бросать эти клетки, значит, ржаные. Повыкидывал их. Видит, что этот человек, то есть тень, все равно рядом с ним идет. И назвал ее ненасытной утробой. Приходит к братьям. Те его спрашивают, где делать эти клетки. Он говорит, да вот человек поел, который вот стоит возле меня. Ну, братья его, как водится, били и колотили, отколотили и заставили овец спасти. А сами ушли в деревню работать. И этот Иван Дурачок, согласно русских сказок, как он пас овец. Он им всем глаза повыколупывал. Повыдолбил, повыдирал. Собрал в стадо в одну кучу и сидит себе радиоханек. Словно дело хорошее сделал. Братья пообедали, воротились в поле и спрашивают у него, что ж ты дурак сделал, от чего стадо слепое. Он говорит, чтобы он увидел, что они с глазами разбегаются, а так не разбегаются, так сказать. Умаялся. Пустой, еще как умаешься, говорят братья, и давай его угощать кулаками. Порядком таки досталось у дурахку на орехи. Но все время его бьют, короче, этого Ивана дурочка. И потом сказочка тоже, как он на базар ходил за закупками. Тоже очень интересная. Всего накупил Иванушка и стол, и ложек, и чашек, и соли. Целый воз навалил всякой всячины. Едет домой, а лошаденка такая знать неудалая, плохо везет. И значит он взял, поставил стол рядышком, этот Иванушка дурачок. Потому что у лошади четыре ноги. И логично предположить, что у стола тоже четыре ноги. То есть сам дойдет, сам добежит. Потом на пни поодевал горшки, потому что подумал, что хлопцы стоят. Значит эти озябнут. Ребята, то без шапок пни имеется в виду, ребята. Озябнут сердечные. Потом лошадь начал поить. Она не хочет пить. И он, значит, без соли, говорит, не хочет. Высыпал всю соль, которую купил на базаре. Лошадь все равно не пьет. И он эту лошадь обухом убил. А поленом да прямо в голову. И убил на повал. Остался у Иванушки один кошель с ложками. Да и тот на себе понес. Идет, а эти ложки ему бряк-бряк. И ему кажется, что они говорят ему, Иванушка дурак. Он их бросил на землю. Начал топтать. Потом приехал домой. Ну его отколотили братья. И поехали опять сами в город за покупками. А дурака оставили дома. И он слушает, что пиво в катке бродит. И он сказал, пиво не броди, дурака, не дразни. Пиво не броди. Но пиво его не послушалось. И он его вылил. Он начал в катке плавать по дому. И песенки распевает. Соответственно, кто он еще? Кроме такого конкретного кретина. Этот идеал русского глубинного самосознания. Он еще и большой обманщик. Что вообще не удивительно. В частности, когда его братья захотели за все его вещи покарать. За все его действия и глупости крепко осерчали. Взяли Иванушку, зашили в куль и потащили к реке. Положили куль на берегу. А сами пошли прорубь осматривать. На ту пору ехал какой-то барин мимо на тройке бурых. Иванушка ину кричать. Садят меня на воеводство судить, дорядить. А я не судить, не рядить не умею. Постой, дурак, сказал барин. Я умею и судить, и рядить. Вылезай из куля. Иванушка вылез из куля. Зашил туда барина. А сам сел в его повозку и уехал из виду. Пришли братья, спустили куль под лед. То есть утопили брата. И слушают. А в воде так и булькает. Братья послушали, побрели домой. И навстречу им откуда не возьмись, едет на тройке Иванушка. И прихвастывает. Вот каких поймал я лошаденок. А еще там остался Сивка такой бурый. Завидно стало братьям. Говорят дураку. Зашивай теперь нас в куль. Да спускай в прорубь. Не уйдет от нас Сивка. Но видно тоже. Недалеко от Иванушки. Его братья отошли. По умственным способностям. Опустил их Иванушка дурак в прорубь. И погнал домой пиво попивать. Да братьев поминать. То есть сам их утопил и поехал поминать. Как правило его статус этого Иванушки низкий. Он крестьянский сын. Или там сын старика со старухой. На начало сказки не женат вообще. Как пишется в одной из версий сказок у Льва Толстого в частности. На что ему дураку, на что ему жениться? Он дурак. Жениться ему нельзя. Никто не пойдет. И братья ему говорят. Поженились там на каких-то богатых. Моя барыдня говорит. От тебя дух нехороший. Говорит Ивану. Ты бы в сенях поел. А купчиха говорит. Я говорит с дураком кушать не могу. От него говорит потом воняет. Но вообще он кроме хитрости очень вероломный. Вот Добрыня такой, значит, этот воевода какой-то там. Добрыня. Подъехал к нему. Да и смеется. Что это за сильный могучий богатырь? На Иванушку дурачка. Маленький, худенький. Согнулся головой. К самому Ванюхе смотрит на него. Да любуется. А Ванюха да как-то не оробел. Выхватил свою саблёшку. Да иссёк ему голову. И царь это увидел. Это вероломство. И перепугался. Говорит. Богатырь убил Добрыню. Беда теперь. Оступай скорее. Зови богатыря во дворец. И так он карьеру сделал. Но вообще главный метод вот это, так сказать, карьерных различных действий Иванушки дурачка это связь с сатаной. Это кстати говоря очень красноречиво. То есть он постоянно идёт на поклон к сатане. И в результате получает там всяческие блага. Вообще он сын колдуна в канонической версии. Версии Иванушки дурачка. Он сын колдуна, которого его отец помер. Колдун и приказывает своим сыновьям приходить к нему на могилу. Зачем-то. И каждую ночь они приходили к нему на могилу эти. Соответственно его сыновья. Но некоторые уже устали. Говорят. Ну давайте дурака отправлять. И дают ему анучу, чтобы он ходил. За старую анучу. Ну то есть портянку. Вот. И Иванушка ходит туда. Значит соответственно. И ему достается конь Сивка-Бурка. Которому он в одно ухо влазит. Иванушка грязным. Забитым. Дураком-дураком. А вылазит красавцем. Вот. И так далее. Ну вообще он дурак конечно же. Потому что набирает мухомору и всяких грибов. И приносит домой. А невестке. То есть жены братьев. Они его ругают. Всячески. А вот. Вот как это описывается. В этой так сказать. Ну такой. Наиболее распространенной версии сказки. Старик был колдун. И перед смертью своей приказывал всем своим сыновьям. Ходить каждую ночь к нему на могилу по очереди. Что ты мне зато дашь. Ежели я тебя пойду к отцу на могилу. Спросил Иван дурак. Если когда ему предложил его брат пойти. Вместо него. Тот ему обещал дать старые анучи. А дурак на то с великой охотой согласился. И взяв с собой хлеба. Пошел к отцу своему на могилу. И пришедший туда лег на нее. Самую полночь вдруг камень с могилы свалился. Да и могила раскрылась. А оттуда вышел старик. Отец Иванушки дурачка. И спросил. Который сын пришел ко мне сию ночь. Дурак отвечал. Я батюшка пришел. Большой твой сын Фома. То есть он врет. Он себя вместо. То есть он братское перехватывает. Ворует братское достояние. Вот этого коня. И так сказать. Напился наелся. Нарядился. Из другого ушка вылез. Стал такой молодец. Что ни вздумать. Ни взгадать. Ни пером написать. Ни в сказке сказать. И вот этот Иванушка. Который вероломством братьев. То утопит. То обманет. То обойдет. Вообще еще и стукач. Ко всему прочему. Иванушка дурачок. Вероломный стукач. Предает братьев. Постоянно. Вот в частности. В одной версии. Ну в одной сказке. Даже не версия. Просто разные сказки. Царь приказал вытопить баню. И когда она была совсем готова. Тогда царь пошел в баню. Приглася с собой всех зятьев. Ну братьев. Иванушки. Хотя большим его двум зятьям. И не гораздо хотелось с царем вместе идти париться. Потому что у них в спинах вырезано было по ремню. Ну однако не могли в том царю отказать. И с ним пошли. Ну почему по ремню. Потому что перед этим Иванушка дурачок. Добывал там чего-то для царя. И повырезал при этом у своих братьев. А братья начали говорить. Что это они добыли для царя. Там и коня. И еще там что-то там. Свинку какую-то там. Вот. И оказалось что соответственно они собрали. И он их сдает. Он сдает собственных братьев. Когда они пришли в баню и все разделись. Тогда Иванушка дурачок и сказал царю. Он настучал. Ваше величество. Не прикажи казнить. Прикажи слово вымолвить. Царь ему на то отвечал. Говори любезный мой зять. Что тебе угодно. Тогда Иванушка дурачок начал говорить. Посмотри государь. Что это у братьев моей спины не целы. Царь весьма удивился. Когда увидел что у них по ремню вырезано было. И спрашивает у них что тому причиной. Но Иванушка перехватил речь. И вмолвил. То есть. Ну стукач только о чем. Ваше величество. Ведь не они тебе достали золотую яблоню с золотыми и серебряными листочками. Свинку золотую щетинку. Не они тебе достали кобылицу златогривую. Оттрудился я и их доставал. Вот тебе ремни из их спин и пальцы от рук и от ног их. То есть он еще и отрубовал своим братьям пальцы. Кроме вырезания спины. И тогда царь разъярился на двух своих зятьев. И приказал их расстрелять. И мясо их псам отдать. За то что его обманывали. А Иванушку дурачка наградил до избытка золотой казной. И при старости лет своих возложил на его главу венец свой. То есть продал братьев. Мораль всей сказки. Продал братьев. Предал братьев. И молодец. Вот. И он еще кого-то обманывает. Обманывает старуху. Которая хотела их зарезать. Бабу-ягу. А вот конь. Этот сивкопурка. Вырученный от колдуна подставным методом. Вместо брата получил Иван дурак этого колдуна. Этого коня. Кони говорит дураку. Смотри. Яга-баба хочет вас всех троих зарезать. А нас коней себе взять. А вы смотрите. Переложите ей я дочерей к краю. А сами ложитесь к стене. Она и зарежет своих дочерей. А не вас. А ты дурак не спи. Как она их зарежет. Я заржу. А ты буди братьев. И бери с палати топор ходун. И ковер самолет. Ну и короче. Короче. В разные стороны. Ну конечно. Самая жалкая история. Обивание дураке. Это та история. Когда. В которой рассказывается о том. Что он принцессу добывал не для себя. А для царя. То есть. Настолько уничижительно. Все. Я такого даже нигде. Ни в каких сказках не видел. Вот как это. Вот из сказки идет встреч. А Елена Прекрасная была не у русского царя. И ее никуда не пускали. Вот Иван Дурак. Поймал кошку такую прекрасную. Какой она не видывала. Выучил свою кошку плясать. И вот она пляшет под окном Елены Прекрасной. Елена Прекрасная просто дивовалась. А дурак ей говорит. Ежели вам угодно. Я завтра вам сделаю сад. И будут там петь соловьи и разные птицы. И сделал сад. Вот и вышла она в этот сад. Он разослал ковер. Она села на ковер. И он встал на него. И вдруг полетел ковер в самолет. И привез их царю. Тут царь женился на Елене. А ему дал место против себя. Подле себя и свое. Еще Иван Дурак любит выпить. Понятное дело. Побухать это. Как же. Как можно себе представить. Что он бы не хотел выпить. Угостил Иван мужиков. Баб. И сам выпил. Захмелел. И пошел на улицу хороводы. Подошел Иван к хороводам. Велел бабам себя величать. Ну чтобы его всячески хвалили. Отвеличали. И говорит. И он там своей силой им денежек давал. И все. И так далее. Отделял. Как говорится. Кинул бабам. Батюшки бросились бабы подбирать. Выскочили мужики. Другу дружки рвут. Отнимают. Старуху одну чуть до смерти не задавили. Смеется Иван. Спьет с Иван. Вот. И просилище еще. Но Иван дальше сказал. Другой раз еще дам. Теперь давайте плясать. Играть песни. Ну вообще как руководитель. Иван дурак. Если он становится царем. В этих сказках он просто кретинами остается. Видно что как бы из Ивана дурака дурак выйти вряд ли может совсем из него. То есть чтобы он стал не дураком. Вот как описывается например. Пришел к нему министр говорит. У нас говорит денег нет. Жалования платить. Ну что же говорит дурак. Нет таки нет. Таки не плати. Да они говорит служить не станут. Ну что же говорит. Пускай говорит не служат. Им свободнее работать будет. Пускай навоз вывозят. Они много его нанавозили. Пришли к Ивану судиться. Один говорит. Он у меня деньги украл. А Иван отвечает. Ну что ж. Значит ему нужно. И узнали все. Что Иван дурак. Живет Иван. И до сих пор. И народ весь валит в его царство. И братья пришли к нему. И он их кормит. Кто придет скажет. Корми нас. Ну что же говорит. Живите у нас всего много. Только один обычай. У него есть царствие. Это уже сказка Льва Толстого. У кого мозоли на руках. Полезай за стол. А у кого нет тому объедки. Такая справедливость. Такая. То у кого мозоли тут. Ну пролетарская. И сказок этих множество. Множество сказок о лягушке. Вот когда он значит соответственно женился на лягушке. Потому что на двор. Ну его братья стрелы попали каким-то там боярыням на двор. А у него в болото. И вот эта лягушка. То есть удачная женитьба. Выводит опять-таки Ивана Царевича. Удачная женитьба. И жена колдунья. Выводят его так сказать в люди. Из дурака в люди. По этой версии. И он ее кожу вот эту сжигает лягушечью. Чем наводит проклятие. И так далее. И так далее. Титульный персонаж этой сказки. Вот эта девушка оборотень. Оборотень. Опять нечистая сила. Обладающая познаниями в колдовстве. И которая помогает. Это нечистая сила Ивана Дураку. Из дурака стать чем-то. Ну кто-то говорит из этнологов. Что это какая-то следы первобытные. Когда первобытные охотники и так далее. Но что-то здесь не сильно похоже. Просто дурак и соответственно колдунья. Но вообще история о невестах превосходящих умов. И знаниями жениха. Довольно распространены. В русских народных сказках. Есть еще и Емеля. Ответвление вот этих всех сказок. Об Иване Дураке. Но по сути это по-моему один и тот же образом. Тоже ленивый крайне. К серьезным делам. Семьи Емелю не допускают. Он чрезвычайно ленив. Невесткам приходится упрашивать его. Выполнить любую даже не сложную работу. Единственное что может подвинуть его. Это обещание гостиниц. То есть взяток всяческих. Интересно что вот этот Емеля. Точно так же как Иван смеется. Когда бабушку задавили. Точно так же этот Емеля на своей печке давит людей. А зачем они под сани лезли. Ну все видели наверное фильм мультфильм советский про Иванушку дурачка. Один из мультфильмов о летучий корабль назывался. Когда секрет полетов Ваня узнает от сестер водяного бабок-ежик. И так далее. То есть опять таки связь с нечистой силой. Это ключевое что у Ивана. Вот этого дурака есть. И что очень нравится русский. Когда он ничто заморыш ни к чем. Ни к чемыш. И так далее. Войдя в какие-то отношения с нечистой силой. Получает силу. Опережает своих братьев. Даже убивает своих братьев. И короче всех обгоняет благодаря этому. Такой как это Путин говорит. Не надо тратить времени на раскачку. Это наверное из тех времен. Что касается украинских сказок. Украинских сказок очень много. Наверное более они разнообразны. В смысле первых героев. Главных героев. Но очень такой типичный. И очень распространенный. И скорее всего очень древний герой. Это кот-игрошка. Имя этого кот-игрошка. От гороха. От этой культуры. Которая выращивалась опять-таки очень давно. Это очень древняя культура. Даже еще до полбы, до пшеницы и так далее. То есть ее всяческие народы. То есть говорят, что это действительно сказки очень древние. Но возможно здесь горошек просто горошек. Как говорится банан просто банан. Горошек просто горошек. Ну короче. Мать его съедает этот горошек. И рождается такой мощный рыцарь. Кот-игрошка. Который освобождает с помощью мощной, мощного вооружения. Освобождает захваченную девушку. Покищу. Российский историк рыбаков. Тоже он любил всяческие такие реконструкции. Он говорил, что это история кот-игрошка. Это его путешествие в другой мир. Где он там освобождает души умерших. Ну короче. Ну я тебе честно говоря здесь этого не увидел. Но вообще интересно, что я увидел. Это историю скорее всего о появлении металла. Потому что кот-игрошка, он получает такую булаву. И кусок железа притаскивает откуда-то. И делает булаву. Одна булава там ломается. Вторая гнется. То есть это булава. Это очень древнее такое вооружение. Не просто украинское вооружение. Еще и индоевропейских римов. Поэтому. Соответственно. Он должен объездить коней. Это тоже очень древний обычай. Там перепрыгнуть через 12 лошадей. И это же надо сказать, что на территории Украины. Именно первые лошади прирученные. По крайней мере археологически найденные. Именно на территории Украины. Это действительно. Есть такая Дыриевка. Село Дыриевка. Где нашли черепа там с 3-4 тысячелетия до нашей эры. Лошадей с зубами сточенными уздечкой. То есть это очень какие-то такие. Ну действительно. Что-то оно такое древнее в этим всем испытаниям. Вот. И царь Горох. Да. Коты Горошка и царь Горох. Это очень и очень все. По-украински это говорит. За царя Гороха, как людей было трохи. То есть при царе Гороха, когда было мало людей. И непременный атрибут Коты Горошка. Это его оружие булава, как я уже говорил. И финалом сказки большинства ее вариантов является женитьба Коты Горошка на спасенной им царевне. Никаким другим царям он ее не отдает. У него такого мазохизма нет. И сюжет победы над змеем вообще очень традиционен. Кстати говоря, для индоиранских всяческих культур. Там для иранской в частности мы ее знаем. Там есть эта история. Очень такая широко описанная в их сказках иранских. Ну наверное что-то было такое и у нас. У индоиранских народов. У скифов, сарматоров и так далее. Таким образом, основной сюжет этого Коты Горошка, чтобы не затягивать эту тему очень большой и делать. Отец посылает своих сыновей пахать в поле, а дочь отнести им обед. Дочь ищет братьев и идет за пропашенной бороздой. Но змей прокладывает свою борозду, чтобы заманить ее к себе и в тюрьму взять. И братья отправляются ее освобождать, но змей их побеждает, его братьев. Всех шестерых тоже заключает в тюрьму. И мать этих братьев съедает катившуюся мимо горошину. После чего рождает сына, которого называют Коты Горошком. И мальчик растет, становится очень сильным и копая колодец добывает кусок железа. То есть вот это очень такая архаичная история. После этого он узнает, где его братья и сестра. Он идет на поиски, несет железо к кузнецу, чтобы тот изготовил оружие. Кузнец выковывает булаву. Коты Горошка ее подбрасывает, испытывает на крепость. Плохая, не годится. Давай сильную булаву, которая не ломается, не гнется. И какая-то игрушка идет за вот этой бараной к змею. И соответственно на железном таку, опять что-то такое с железом связано, явно начало железного века. На этом железном таку дерутся они и он убивает змея. Но на этом все не оканчивается. То есть он освобождает заключенных, свою сестру, но не рассказывает им, что их брат. И такая драматическая история по дороге домой. Он засыпает, а братья его привязывают к дереву в лесу. То есть оставляют на смерть. Для чего? Для того, чтобы сказать, что они сами освободились. Но придя домой, они узнают о коты горошке. Понимают, что это он их спас, их брат. Вот на коты горошка фактически вырывает этот дуб с корнями, бросает его в хату. Ну короче, он со своей семьей, можно сказать, расстается. Покидает дом. То есть вот эта первобытная инициация называется. Покидание дома новым представителем рода, который вырос уже. И вот путешествие по миру коты горошка встречает трех мужчин с необыкновенной силой. Вернигору, Вернидуба и Крутывуса. Самое интересное, что есть до сих пор такие фамилии украинские. Довольно, кстати говоря, популярные. Есть Вернигора, есть Вернидуб и есть Крутывус до сих пор. Вот этот Вернигора умеет перемещать горы. Вернидуб вырывает дубы, а Крутывус заставляет воду раступаться. Ну короче, во всех сферах. Водяной, воздушной и так далее. Такие очень сильные. Ну что-то такое здесь есть, архаика какая-то. Вот. И они в какой-то домик добираются. И в тот домик начинает влазить какой-то дедушка. И их, значит, соответственно, кушать все. Тоже какая-то нечистая сила. Но съедать все. И, соответственно, этих братьев подвешивать на гвоздики. Вот. Требуют пересадить его через порог. Это опять-таки пересаживание через порог. Это какие-то очень древние ритуалы. Какие-то просто древние, древнейшие. Древнее, древнее. Потому что находят даже в трипольской культуре. Там закупанное что-то там под порогом. Ну короче, это все. Какая-то история. И кот-игрошка ущемляет. Единственная из всех этих ущемляет вот этого дедушку бороду в дубе. Старичок вырывает дуб из земли и убегает. Ну вот дубы часто фигурируют, потому что действительно мощное дерево. Вот. И. То есть, что делает кот-игрошка? С этой нечистой силой? Или этим культом предков? Или что-то такое вот с этим дедушкой связано? То есть, он не вступает с ним в союз с этой нечистой силой, так сказать, как Иванушка-дурачок. А наоборот, конкурирует. Вот в этом, наверное, фундаментальное отличие украинской сказки от российской. То есть, россияне с этим начистой силой вступают в союз. А украинцы ее громят. И даже, ну, обхитряют иногда. Но дальше что? Опять еще драматичная история. Одна из самых, наверное, драматичных историй. То есть, они след за этим дедушкой приводят их к яме, которую в Варнегара, Варнедубе, Крутьевуз боятся спуститься. И они связывают веревку, так как при Валадине, как в этой истории о Валадине, точно такая же. И Категорошка спускается в эту яму. На дне оказывается дворец, царевна, которая отговаривает его от битвы с цариком. Но Категорошка борется с этим стариком, убивает и уносит сокровище вместе с царевной. То есть, он эту нечистую силу убивает Категорошка. А его товарищи вытаскивают его на поверхность. И всяческие мешки там с драгоценностями, царевна и так далее. А Категорошка вероломно решают сбросить вниз. То есть, он предан друзьями в конце сказки. Но не в самом конце. Но Категорошка тоже непростой. Он привязывает вместо себя камень. И когда его сбрасывают... То есть, он подозревал гороломство. Когда его сбрасывают, и Категорошка остается невидимым. И что он там дальше? Он защищает птенцов от грозы. Он разговаривает с различными животными. В первую очередь с птицами. И когда прилетает птица, которую он прикрыл от дождя, соответственно от грозы. Птенцы указывают на Категорошка, что он Категорошка, что он молодец. И птица обещает выполнить за этого его желание. И Категорошка хочет вылететь на поверхность. А птица очень большая. Необходимо взять ей воды и мяса много. Чтобы кормить ее по пути, мяса не хватает. Поэтому еще одна такая драматичная история. Для победы Категорошка готов жертвовать. То есть, он отрезает свою икру с ноги и дает птице кушать. Потому что не хватает мяса вылететь туда на поверхность. И узнав, что ей дает Категорошка, птица, извините, отрыгивает эту ногу и приносит живой воды. И окропленная водой, эта нога прирастает на место. Ну, вообще, сюжет освобождения братьев из плена, по мнению многих этнологов, это как бы отражает освобождение от иностранного огнета. А вот эту невесту, когда похищают, это тоже всякие первобытные очень обычаи и так далее, и так далее. Вообще, многие говорят, что Категорошка может изображать инициацию первобытного героя, причем по нетипичной структуре. Обычно вот этот старичок, олицетворяющий предка у многих народов, или предка, или нечистую сила, он как бы помогает, должен помочь герою за проявление чего-то там. А здесь он входит в конфликт, то есть Категорошка побеждает эту иночистую сила. И выбравшись из ямы, Категорошка разыскивает своих друзей и отца царевны. Он наказывает своих товарищей за измену и женится на царевне. Иногда Категорошка в некоторых версиях прощает своих товарищей-предателей. То есть, итог. Что мы видим? Ленивый, вероломный, хитрый, изворотливый. Иванушка-дурачок, который ничего из себя, кроме кретина, не представляет. Входит в союз с сатаной и пытается там овладеть всяческими благами. При этом убивая и подставляя своих собственных братьев. При этом совершенно ленивый. Вот такой вот национальный, так сказать, идеал и архетип, как говорится, великороссийского народа. Московицкого, мирянского, залезского. Ну, как он там назывался в те древности, когда рождалась эта сказка. Вот, украинский Категорошка другой. Он хитрый. Он сильный. Он много чего умеет. Руками, в частности, блогу сделать. Ну, там или хотя бы испробовать ее. Он вызывает врага на бой, открыто. Побеждает его в открытом бою. Умеет расправиться, в том числе и с предателем. И справиться с предательством. То есть, предательство его не выбивает ему почву из-под ног. А он способен устоять дважды против предательства за родной сказки. Вот такие вот совершенно разные истории. Мне кажется, что по распространенности эти сказки действительно, ну, можно сказать, первые в российском фольклоре и в украинском фольклоре. Хотя, еще раз скажу, что в украинском фольклоре очень много героев в действительности. То есть, их не сведешь к одному китрюшку. Ну, просто он самый популярный, наверное. Один из самых популярных. Вот такие вот национальные архетипы. Я думаю, что они могут много чего рассказать и о современности, и о том, что, собственно говоря, происходит сегодня, на сегодняшний день. Подлость, вероломство встречаются с открытой, как говорится по-украински, звытягою. Звытягою. В звытягое, кстати говоря, тоже есть своя хитрость, но она открытая, она не вероломная. Поэтому, друзья, для того, чтобы остановить этих подлых, вероломных иванушек, дурочков, помогаем украинской армии и помогаем тем украинцам, которые уже отдали для этого все, что могли. В частности, вот я сейчас собирал деньги для семьи, для мамы бойца украинского 30-летнего парня, который погиб под Бахмутом недавно, в бою с врагами. И счет я оставлю внизу, под этим видео. Помогайте, кто может, кто поможет на святое дело. Это вам, я уверен, зачтется. С Богом, до поры мое.